сегодня новая посылка сейчас открываем ее что-то завернутое так-так-так это у нас радиоконструктор елочка новогодняя сюрприз сувенир елочки две части вставляется друг другу и затем монтируется на эту подставку по идее разработчиков здесь еще есть такая штука сюда батарейки и она под этим батарейками начинает сверкать елка такой конструктор я думал к новому году как сувенирчик будет неплохо но меня беспокоит вот эта часть отвратительная конечно грубая и все прочее ну и кроме того еще три батарейки нужно поэтому я буду собирать так чтобы без вот этой штуки потому что ноутбуки практически у всех есть а здесь предусмотрен шнур и есть вилка можно втыкать это подключать к любому ноутбуку или компьютеру теперь насчет подставки подставку здесь будут значит у нас контакты поэтому плотно расколон не будет прикрепляться нужны и ножки ножках мы поговорим чуть позже вначале значит мы должны припаять резисторы вот обратить внимание здесь две части и и каждая часть проиндифицирована вот если фокус тут наведется значит вот здесь на этой части написан записан номер части 30 а здесь же номер части 30 b и 3 часть пронумеровано промаркировано как 30 c вот здесь у нас это уже показано то есть три части пронумер промаркировано вот эта часть содержит минимальное количество элементов это подставка мы ее последнюю очередь займемся для нас сейчас важно заняться номера номер а и номер б дело в том что эти части абсолютно независимы друг от друга поэтому их можно паять и испытывать отдельно и потом мы когда испытаем проверим потом мы их соберем почему потому что представьте себе есть мы это все на метод припаяем потом у нас обнаружить скакать не недостаток там диод обычно неисправно какой-то попадается его выпаивать такую объемной форме будет очень трудно да и распаять лишние работы поэтому лучше проверить это сделать очень легко и и тем самым избавимся от лишних хлопот начнем с резисторов и с последовательно с значит вот этой платки какие номиналы и так далее я на слайде фотографии прикреплю значит и и там вы увидите какие номиналы тут существуют вот они все резисторы и тут это 10 кило по полоску можно определить значит это у нас 330 это у нас 3 кило 2 кило это 1 кило значит полоски это все по виде будет трудно но фотографии будут прикреплены легко идентифицируете все резисторы по полоскам да это даже справщик не надо теперь надо отметить что резисторы здесь и здесь расположены по-разному то есть это не абсолютно одинаковые части да то есть надо на это внимание обратить то есть тут на под тем же номерами другие резисторы находятся на схеме на фотографии я всю эту раскладку дал так что вы используя мою фотографию не перепутаете сожалению обратить внимание что никакого руководства не предлагается к этой инструкции поэтому на к этой к этому набору поэтому чем важно внимательно значит посмотреть как все это будет происходить начинаем с резисторов номинала 10 килоом я их вставляю вот здесь к счастью 10 килоом где расположены они промаркированы остальные резисторы остальные резисторы никак не промаркированы совсем вот поэтому я буду сначала 10 килоом потом остальные резисторы встав все мы припаяли резисторы значит вот они припаяны все это первый шаг теперь нам надо отрубить все концы для этого я придумал использовать китайскую значит отрубалку ногтей оказалось это для меня кажется более такой легкий способ удобный отрубает только так поэтому я его быстренько отрублю и усилий меньше как говорится аккуратнее получается потому что визуальность в отличие от этого очень хороша вот копейки стоит вот это относительно кусачек кусачки все таки дороже стоит таких я несколько штук купил китайских вот будет если затупится выброшу новый вот так быстренько если кому понравится тоже использовать для отрубания если даже что-то он прям под этот под корень отрубает ну хорошее дело китайский для китайского отлично все чисто теперь еще я прикупил китайского вот такой этот чистка тоже для ногтей все для ногтей нам подходит для нашего дела значит отрезаем значит это место зубной щетки разница в чем все-таки площадь тут больше естественно производитель будет больше то есть я буду вычищать эту плату вот спиртом или другим каким-то растворителем вот это еще один совет когда мы вычищаем надо сразу чистить и потом салфеткой вот обычной салфеткой значит все это протирать естественно нужно вначале хорошенько вот эти лишние заусенцы чтобы не было чтобы не было у нас проблем с этим как со салфеткой вот я убрал все заусенцы теперь мы приступим к чистке платы и потом дальше продолжим почему надо сразу чистить? потому что следующие шаги будут аккуратнее делаться если у нас будет чистая плата и приятнее доработать вот почистил я плату она же блестит и сверкает аж приятно трогать ее значит вот каждый раз приклеили приварили значит припаяли значит чистим теперь следующий этап электролиты электролиты все в принципе одинаково номинала только не перепутать полярность значит для тех кто не очень помнит это значит вот эта за штрихованная полоса это минус а здесь плюс и соответственно здесь полоска яркая выраженная выраженная это тоже минус поэтому вот так вставляем теперь надо обратить внимание мы не вплотную вот так а вот сгибаем таким образом чтобы значит у нас как бы подобие игрушки новогоднее получилось из нашего электролитического конденсатора конечно они могли покрасивше что-нибудь дать плюс всегда длиннее на всех выводах вот так вот мы несколько раз так визуально смотрим природная вот мы и прикрепили таких всего три конденсатора они рядом расположены перепутать практически почти невозможно чуть-чуть а вот здесь кстати минус в другую сторону смотрит поэтому мы соответственно должны поменять вот эту полярность я немножко сразу пальцами можно отогнуть это дело слишком под корень лучше не отгибать почему потому что могут отломаться там самое слабое место электролитов это прямо под корень нам придется другой искать электролит значит немножко так ну тут можно еще вот так мы прикрепим а потом припаяем их всех вместе все я электролиты припаял значит припайку можно посмотреть вот с помощью линзы просто я линза нашел где-то не знаю не знаю но дома так валялось без дела вот теперь я ее использую значит с помощью линзы можно хорошо прекрасно видеть значит как у нас пайка так убедились опять же это помните что здесь тоже двухсторонняя пайка поэтому нужно чтобы со второй стороны тоже пайка была хорошая все нормально теперь транзисторы следующий этап у нас тут всего тоже три транзистора в комплекте вот я их достану три транзистора так ну один достану потом размещение транзистора вообще легко значит тут видно вот шапка его транзистора так и значит размещает он тоже показан по шапке поэтому в принципе никаких проблем с полярностью тут у нас не должно быть в принципе то есть главное не перепутать и все и ставим транзистор опять же транзисторы нужно сгибать таким образом чтобы они были похожи на новогоднюю игрушку так вот я продел потом сгибаем ну наверное еще чуть-чуть вот так ровно стараться все-таки это будет видимо неаккуратная пайка будет видно ну произведет не очень хорошее впечатление вот такой паучок значит на нашей елке будет так три транзисторы припаяем и потом приступим к светодиодам транзисторы мы припаяли они лежат как игрушки все с двух сторон проверили почистили теперь теперь следующий этап приступаем светодиодам значит светодиодов у нас будет три типа они желтый красный и зеленый значит их припайка соответственно по замыслу разработчика строго по номерам значит на слайдах на фотографии я представил номера где какой цвет светодиода будет прикреплен значит это нужно для того чтобы потом когда они будут мигать чтобы был определенный значит рисунок поэтому мы так будем светодиоды помните длинные это плюс а короткое это минус и соответственно тут полярность показана значит очень плохо почему потому что часть рисунка вот занят самой печи площадкой для пайки но плюсы все находятся в этой стороне значит мы вот так размещаем посмотрите внимательно так плюс и здесь минус и так далее по рисунку все начинаем работать и все TO хочу обратить внимание когда вы установили элемент вот красный из D1 по D6 установил теперь проверяем визуальная чисто полярность значит маленькие короткие длины короткие длины короткие длины короткие длины короткие длины Если этот рисунок соблюдается, значит в полярности вы 100% правильно все сделали. Потом мы устанавливаем следующий цвет. И вот все три цвета установим. И на этом у нас со светодиодами все будет в порядке. Этим завершается сборка электрической части этой елки. Так, плата завершена, ее припаяли. Все это светодиоды есть. Теперь нужно отметить, что в оригинальном этом проекте нету коротышей. То есть, чтобы их соединить, нужно, по их мнению, капнуть припоем и они соединятся. Но дело в том, что если мы капнем припоем, то припой сам по себе мягкий и может со временем, значит, развалиться. Что и происходит с китайским изделием. Поэтому, чтобы это избежать, я сделаю коротыши. Значит, на этой плате надо сделать ее снизу, а на этой плате надо будет вот в середине. Потом мы эти коротыши припаяем в соседнее платье. Для этого очень просто можно взять какую-то деталь. Значит, ну, например, тут же этот конденсатор лучше всего взять, потому что полярность его... Если мы светодиоды, то там будет труднее потом полярность определять. Просто берем, значит, все равно у нас запас большой. И вот здесь его припаиваем. А потом аккуратненько отрежем так, чтобы осталось, ну, как бы, вот такие коротыши появились. Потому что это позволит нам потом припаять в соседнее платье. И пайка будет достаточно прочной. Вот я проверял. Значит, вот коротыши сделал. Вот они находятся на вот этом месте, да. То есть отпаял, отрезал, значит, деталь. И получился вот такие две эти выступающие проводы. Значит, их друг к другу согнуть можно, в принципе, вот таким инструментом. Тоже купил. Значит, дешевые копейки стоит этот инструмент. Значит, китайские для чистки под ногтями. Он отлично подходит для всяких вот задач согнуть что-нибудь. Вот я беру, сгибаю. Очень удачно, удобная штучка. Да? Тоже стоит копейки, в принципе, каждому нужно иметь такую. Вот я согнул, немножко подогнул. Но лучше всего по месту, значит, взять, соединить эти две части и проверить, как наши коротыши на месте, не на месте. В любой момент мы можем... Немножко, видите, близко я поставил. Значит, чуть-чуть отгибаем. Вот. Теперь вошло. Значит, так. Вот. И тут прекрасно видно, значит, как мы должны ровно разместить вот эти коротыши. Так, чтобы потом пайка была очень качественная. Все это визуально видно же. И грязные, а, как его, неаккуратная пайка. Все это будет визуально, значит, доступно пользователям. Вот. Вот насчет коротышей. И здесь надо сделать для другой платы. Надо будет вот здесь сделать коротыши. То есть получится тогда вот этот коротыш здесь находится. Соединяем. А эти коротыши здесь. И тогда у нас будет прекрасно жесткое скрепление двух частей. Также нам коротыши понадобятся внизу. Вот в этих местах для скрепления вот с этой частью. Теперь, после этого, мы должны приступить к этой части. Значит, коротыши там будут и припаиваться будут к этой части. Тут есть выключатель и есть, значит, вилка для подсоединения к USB. Теперь, значит, тут перепутать практически невозможно, так что ничего, только уже готовые видео, посмотрим. Я собрал, значит, основу, это легко, в принципе. Теперь надо испытать нашу елку по частям. То есть первую часть мы его испытаем. Каким образом? Берем шнур, который в комплекте входит. Значит, подключаем розет. Значит, я использую PowerBank. Очень для этой цели. Подключаем. Теперь нам задача испытать нашу собранную елку. Значит, полярность тут есть. Плюс-минус тут указано. Это хорошо. И, соответственно, здесь на плате тоже указана полярность. Притом, нам перепутать нельзя. Вот я полярность вставляю. Так, елка не горит. Почему? Потому что у нас тут выключатель. Я его включаю. Ой, ой, ой. Что тут у нас? Или полярность я перепутал, или что? А вот, все. Так. Контактный надежный. Значит, попробую отсюда вот так сделать. Вот так. Контактный надежный. Значит, ну если удастся сконтактировать, да? Вот. Вот. О, вот получилось. Значит, я вижу уже, что все лампочки горят. Мигает. Елочка наша заработала. Заработал. Это первая часть. Значит, теперь наша задача вторую часть также собрать. Значит, обратить внимание, в второй части, вот во второй части, тут резисторы номиналов будут изменены. Вот на фотографии я показал. Раздельно номиналы резисторов по-другому здесь. И светодиоды по цветам тоже по-другому расположены. На это обратите внимание. А все остальное такой же. То есть собирается отдельно, испытывается отдельно. Значит, и мы, значит, соберем окончательную форму. Я приготовил 4 нерабочих диодика, светодиодика. Значит, вот они. В качестве ножек они прекрасно подходят под эти места. Значит, сюда мы, и здесь можно запаять их. Есть, значит, такая возможность. Итак, у нас 4 ножки вот такие появятся. И светодиодики вообще не обязательно, чтобы они рабочие были. Я их взял нерабочие. Потому что от них требуется только их нижние оболочки. Вот такие красивые ножки получатся. Ножки необходимы, потому что здесь у нас припой. И, естественно, это будет царапать стол. А ножки не позволят царапать. А в оригинале было, значит, вот это уродливая штучка. Во-первых, нужно было, значит, батарейки. Во-вторых, портить внешний вид, уменьшать ценность самому, значит, изделия. Честно говоря, я даже не ожидал, что так здорово получится. Вот, благодаря поверхностному натяжению припоя дырочки закрылась. Она образовала красивая такая поверхность. И у нас получились прекрасные 4 ножки. Отлично стоят на столе. Создают дополнительный внешний вид. То есть изделие после ее сборки будет просто великолепно. И будет приятно подарить на Новый год кому-то. Я делаю на ножки коротыши, чтобы припой хорошо держал елочку нашу. Значит, очень просто вот эти обрезки, которые у нас остались, складываем вдвое. Значит, они легко руками гнятся. И вставляем в отверстие. Дальше остается только припаять и отрезать то, что лишнее. Вот такие у нас коротыши на ножках получатся. И это будет очень сильно улучшать устойчивость нашей елки. Просто припой может со временем просто отвалиться. Поэтому нужно делать все надежно, качественно. Все, произвел окончательную сборку. Значит, здесь обратите внимание, в этих местах я с помощью коротышей намертво приклеил. Припаял. Значит, если бы их не было, все-таки пайка была бы не так уж надежна. Также вот эти коротыши позволили здесь очень качественную пайку произвести и соединить жестко елочку. То есть елочка, в принципе, если ее потрогать, не дети. Ну, как бы, если будут играть, то они не сразу все это сломают. Все это почищено. Значит, елка уже товарная. И хочу отметить, что последний светодиод, который на макушке, значит, он паивается в последнюю очередь. Уже в собранном виде. Поэтому обратите на это внимание. Значит, и проверим работоспособность всего этого. Значит, вот елка заработала. Вот, она работает. Спасибо за внимание.